У нас сегодня поисковый такой формат, мы просто едем, в прямом смысле просто едем, и часто вдоль дорог встречаются руины. Вот, например, руины этой замечательной, когда-то бывшего античного сооружения, потом у нас, видите, экзедра торчит, я не про минарет, а вот про вот эту часть античную, потом это все базилика, слушайте, прям... Ох ты! Они прям из скалы вывезли часть. Ну, подойди сразу, да покажи, чтобы это было интересно, ничего себе. Так, у нас здесь порода использована как стена, правильно получается? Да, они минимизировали усилия и просто использовали часть скалы как часть стен. Ну, минимизировали усилия, не знаю, но сэкономили материал точно, да? То есть у нас здесь сверху-то уже блок стоит, это все, а вот эта часть стена... А вот это все скала. Прекрасно, прекрасно. Слушай, какая еще форма шикарная. Сейчас, Дим, секунду, да? Мы заранее обготовили здесь под проем, здесь под кого выбрали под проем двери. Ага. Нет. Сюда у тебя очень стоит. Ну, они и здесь подготовили, они выровняли, понимаешь, под нее вот эту арку, она... Хотя она по высоте немножко не совпадает по уровню, они ее чуть добавили, занизили, чтобы вот сюда вот закрепить. Вот это вот, ниже по уровню, она где-то вот сюда уходит. Не, ну они... Ну, получается, у них одна стена вообще, античная, вообще древнее воссооружение, одна стена, это просто вот эта скала. Получается же так? Да. Вон там еще такой купол-то. Колонны мы здесь видим не круглые, а квадратные. А это уже проще, пока что. То есть они пошли путем минимизации здесь вообще. Значит, что-то возможно... У нас минимизация, да, ну, экономия ресурсов, это оправдано, а минимизация, когда ты меняешь в том числе форму и меняется качество, у тебя может быть объяснено, либо у тебя этих ресурсов начинает меньше становиться, вообще, либо у тебя их на конкретной территории, то есть условно мало стройматериала. Ребят, экзедра великолепнейшая. Одна из самых, одна из самых хороших. Не, нормально совершенно, но мы помним, что тут еще у нас подземное сооружение, роскошнейшая экзедра вообще. Просто чудо. Слушайте, фантастика. Понимаешь, конечно, Ярослав, ну, мы должны быть осторожными на руинах, я с тобой согласен, что лучше лишний раз под какие-то, под камни не заходить. Но это настолько сбалансированные камни, они нравятся, нам не нравятся, но они несколько сотен лет еще продержатся, они уже продержали столько, хотя, конечно, трещины видны, жалко, что... Но это вот уже музейный уровень, ребят. Вот здесь закрывай буквально чуть-чуть, вот здесь подкрывай крышу, здесь сделай стеклянную стену, и у тебя уже музей-место получается очень хороший. И в этом музейчике ставь буквально смотрителя, который напишет, что человек придет и откроет вам музей. Можно же так делать, да? Да, спасибо, Олег, спасибо. А шик, а вот здесь, знаешь, какой шик вообще, не виды, а просто бесподобие. Я вот вас постоянно фотографирую, потому что красота невозможная. Особенно, чем интересны еще эти руины, они в разное время суток настолько по-разному играют. И опять, почему вот верхняя часть серая, а нижняя часть белая? Вот я думаю, это вообще засыпано было. Вот подсказывает, что только так. А когда они откопали? Ну, откопали, вот это все поскидывали, я думаю, и все равно что-то откопали. Здесь точно должно быть... Ой, 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 ребят, а замковый камень какая прелесть, ну это роскошка. Нет, здесь не точно, здесь... Но, Максим, мы можем здесь спорить по поводу подземелий, потому что скальные основания, возможно, они сэкономили. Но в уровень дороги, опять же, высота как раз этого подземелья прослеживается. Да, они экономили. Ну, согласен, ну согласен. Они брали... А по сути, ты берешь... А что мы говорим экономия? Это рационально просто. Ты берешь стройматериал, из него же тут же вырезаешь, тут же у тебя... Не тратишь двойное время на создание пространства, у тебя стены получаются. И блоки у тебя получаются... А, ну, в принципе, на блоках стоит. Скажи, чок, гузель. Ну, это правда. Лавр, слушайте, красота. Кристина, можно тебя попросить? Я просто подойду, чтобы насладиться видом стратегии этих колонн. Колонны объективно другого плана, колонны как будто бы внешне попроще. Но сбалансированность вот этой арочной формы, напоминающей нам Акведух, маленький Акведух. Акведухи значительно большие. И она, общее впечатление, она, конечно, симметрично, бывая еще с противоположной стороны, да, вот этим лаврам. Лавр, конечно, сплошной говорит. Ну, что, Олег, про колонны сказать? Мне что, уровни? А? Очень хорошо. Нет, колонн... Колонн... Еще раз, что сказал, Ерсов? А, что на колоннах нет крестов. А их сбили, ты знаешь. Ну, колонны четко. То есть ты подожди, сейчас Олег подошел у нас. Вот так вот посмотри. Ага, да, 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 да. Четко выровнивали. Очень, очень четко, очень четко все вот. Вот мы когда выравниваем линию, они идут на одном уровне, ты прав. Ярослав, вот понимаешь, несколько у нас есть сбитых, видишь сбитые элементы? Вот здесь сбитый элемент внутри. Еще, я уверен, если мы поищем, то мы найдем, возможно, сбитые кресты. Но ориентировочно изначально вот эта форма, вот эта, это была форма бассейна вообще. Олеж, твой рост, сейчас, Максим, секунду, твой рост 173 сантиметра, то есть тут это 175. Ну да, ну, 180 тогда здесь высота. Но, ты знаешь, нижний уровень, какой-то сомнительный порог, он даже на порог не похож. Если тут еще был... Если Макс, то он уже не войдет. Макс, конечно, не войдет уже. Нет, там понятно. Но дверь вообще второстепенное какое-то свойство приобретает, потому что вырезано здесь уже как попало. Не знаю, такое какое-то впечатление, что только купол сохранился, хотя и он перезаложенный. Посмотри. Что вот это за кантики? Не очень он хороший. Вот это? Да, вот. Ты имеешь в виду? Вот это? Да. А это для... У нас в арках то же самое. Они всегда... Нет, они всегда идут. Ты ставишь вот на этот кантик, ты ставишь опору на него, чтобы вообще хоть арку собирать, а потом сбиваешь. Да, иначе сложность... Хотя все равно собирать такие экзедры сложная штука, ты не можешь ее собирать рядами. Но ты можешь три ряда собрать. А четвертый и пятый ряд у тебя уже будут вываливаться. Ну, сейчас у тебя деревянный такой купол, а на него уже накладывают камни и укладывают. Потом его купол убирают деревянный. Ну, сейчас даже уже не деревянный, сейчас уже, да, сейчас уже и всякие куполы. В основном, даже пантеон там залитый. Вчера я смотрел, Миша прислал из канала про цивилизации. Пантеон залитый купол. Поэтому, ну, без каркаса не обойтись. Что там? Сейчас, 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 мы спускаемся. А дверь-то это либо окно? Да, она, ребят, она вторичная, эта дверь, она вообще сбоку. Олег, но она сбоку пробита. Я очень сомневаюсь, что вот так вот сбоку асимметрично пытались пробивать. О, положили камень, видишь, положили. Они, он такой же рядышком лежит большой. Просто выбрали там, где удачно большой камень. Как вариант. Я уверен, что они, скорее всего, здесь вот подземелья нашли, вход, и потом вложили. И вложили засыпали, потому что переделки у нас видны. Да, Максим, высота есть здесь. Но, посмотри, оно стоит на скалах, поэтому мы не можем точно здесь... А вот цистерна, да? Да, цистерна. Вот цистерна. И я думаю, ее уже перекладывали от сооружения из чего-то. Интересно, интересное очень местечко. Сейчас, 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 секунду. Так, ну и тут она все перезаложена. Интересное место. У нас поисковая, наша сейчас, сегодняшнего дня, экспедиция именно поиск. Мы просто смотрим, вот что можем найти у дороги, называется. Но вообще мы едем в неизвестное место, то есть его нет. Вот этого места, например, оно как бы есть на точке, но оно не выдается, как какой-то туристический объект. Объект античный, оно не обозначается. А видно, что это же не одно поселение было. Это надо полагать, здесь находился город... Ой, Кристин, а вот это, ребята, а вот это шоу не акведукли, вот это шоу, или, Максим, вот эти и основания арочных фундаментов, не они ли тут рисуются? Вот, вот, значит, вот они, потому что, ну, они заложены, посмотри, обрубленные заложены позади. Потому что внутренняя плоскость гораздо хуже, стена гораздо хуже по качеству, чем сама арка. А вообще есть впечатление, что оно, что оно продолжалось, и вот так вот уходит. Вот все-таки оно должно было, Максим, продолжаться, надо полагать. И оно уходило. И уходит оно, посмотри, в поля уходит, потому что в полях есть фундаменты. А, вот! Вот кусок арки, да ну! Да ну! Еще и организованное. Да. Ну, то есть мы опять... Ты либо проходил, либо... Мы опять... Да пусть проходит. Ну, че ты, человека... Да, Макс, сильно засыпанное, очень хороший купол сделан. Можешь пройти сюда. Вероятнее всего, позднее это использовали как склеп, хотя окошко видно, что пробито, и купол подпорчен, подправлен сильно. И плюс это все не откопано. Ну, ты знаешь, внутри тело скалы. Как я и говорю, что подземелья есть, но они, возможно, были немножко другой структурой, из-за того, что здесь на скальном основании построено. Они же индивидуально очень подходили к вопросу. Место интересное. Очень. Место прям... Обратил внимание, что внешняя и внутренняя части вот этой вот капители верхней, они отличаются. Такой химик, как будто бы... Что? Внутренняя часть обраны от этого круга античного камня, а внешняя уже обложена... Да, для укрепления. Уже византийцами уже совсем, когда все плохо было. То есть, соответственно, осталось только... Вот оно, подземелье. Только оформлено оно именно так. Но оно перезаложено, Максим. Эта стена перезаложена. Как название? Тут что-то можно... А, ну, называется... Хасана Лилер Килисеси. Лилер Килисеси. Килисеси даже. Ну, это у Килиси, то это у нас... Крепость Колеси. Крепость Колеси. А это Килиси, надо посмотреть, что у нас означает. Сейчас, пока, знаешь, размещу в интернете, люди уже сразу грамотные напишут. Я все никак не запомню некоторые... Потому что много очень названий. Церковь. Ну, понятно. Но это название... Церковь вот этого вот места. Здесь есть это церковь. Хасана Лилер. Это вот место называется. Хасана Лилер. Да, и церковь Хасана Лилера, по сути. То есть названия нет, кому принадлежит, посвящено было. Кто передел. Ну, там вот, ребят, это все античные блоки. Из них даже и дома пересобраны частично. А вон стена приличная какая. Жалко, что туда все-таки в частную собственность лезть мы не будем. Мы люди уважающие. Ну, а стены пересобраны из старых блоков. Вот это вот все пересобрано из старого. Интересно. Держимся дальше. У нас сегодня большой поиск. Очень большой поиск. Продолжение следует.